Здравствуйте, дамы и господа, мы продолжаем наш великолепный курс. И в прошлой, в последнюю субботу, за границей, подчеркиваю, за границей, читали недельную главу под названием «Шлак». По-прежнему диаспора на одну недельную главу отстает от Израиля. Израиль отстает на одну недельную главу, но скоро, так сказать, мы сравняемся. Так вот, мы сегодня расскажем из главы «Шлак». И напомню вам, что сейчас уже идет третий цикл разбора, и в предыдущих циклах мы рассмотрели все, за исключением вот этого вот отрывка. И сегодня мы, что называется, закрываем гештальт. Мы читаем главу под названием «Тет-Пав», то бишь 15 из недельной… Значит, мы читаем параграф 15 из недельной главы под названием «Шлак». Значит, те, кто смотрит нас, могут воспользоваться файлами. Вот тот файл, который показывает нам сейчас на экране, он называется «82 шлак». И есть файл словаря к этому тексту, где разобраны немногочисленные слова, выделенные зеленым фоном, а желтым фоном я выделяю то, на что я считаю нужно обратить внимание. Итак, будем читать по очереди, как обычно. Здравствуйте, Людмила. Рады вас слышать и видеть. И говори сынам Израиля, и скажи им, когда придете, в данном случае «ки» означает «когда», в страну, где вы поселитесь, вашего поселения, которое я даю вам. Ну вот, я требую дословный перевод. Гимел, давайте, Анна, продолжайте, прошу вас. Так. И, значит, вот речь ушла о том, что «когда будете приносить и будете приносить Всевышнему всесожжение или жертву по обещанию в исполнении обета». «Поле», у нас было это слово уже «поле», это когда… Да, это… «Назир давал обещание». «Всполнение обета». Да, он «Винни-2». «Винни-2» – это как бы по доброходному, как сказать, желанию, по усердию. Да, добровольному. Или в празднике, чтобы сделать приятное благухание Всевышнему. Да, «Рехни-хох». «Из крупного или из мелкого скота». Совершенно верно. Да. «Рехни-хох», напоминаю, это «приятное благухание». Так. «Бакар» – это фрукт наркотисков, сон – мелкий. Так. Далят, спасибо, Анна, Тимофей, да? Да. Далят. «Вайкриф, Макриф, Курбан, Лошэм, Минхас, Солэд, Иссагон, Балуль, Бервид, Гаин, Шамэн». Шамэн. Пробуем перевести. «И приблизит, приближающий жертву Всевышнему». А подарочек. Да, подарочек, солят, мука, тонкого помола. Да, Иссарон – это десятая часть. Не указано, чего десятая часть. Ф, очевидно. Иссарон. Да, десятая часть. Балуль – это смешение какое-то. Да. С четвертью Айна масла. Да, да. А Айна – это мирообъем. Да, да, да. Так. У нас есть Людмила еще, да? Людмила, да. Людмила берется за хейн. Добрый вечер. Хей. Ва яйн ланесах рвиит хахин та се аль ха ола о ла завах. Завах? Лак-кэвэс хаэхад. И вино. Несах – это возлияние. Бывает возлияние вина и возлияние воды. Для возлияния четвертой… Четвертой гина. Четвертой гина. Гина – это мирообъем. Сделай для вознесения или… Для жертвы улана, да. Или для жертвы зэвов просто зарезанный, да? Или зарежь, да? Нет. Значит, вот это возлияние, я описываю, да? Оно идет для ола, то есть жертвы всесожжения, или для зэвов то, что зарезано, да? Лак-кэвэс хаэхад на одну… Овцу. Овечку, да. То есть на каждую овцу должно быть вот столько-то вина. Совершенно верно. Анна, наверное, снова я, да? Если на там только, может быть, захочет. Натан, если не желание, мы будем только рады. Окей, какой послугой? Если хочешь, зайн прочитать нам. Да. Гуяйн ланесах шлешит айин. Подождите-ка, почему зайн? Вав еще мы не прочитываем? А, Вав? Вав, ой-й-й-й-й-й. Оле айль та асемин ха солочной соним билалабы шэмен шлешит айин. Или барану, поедем, сделай милуху в жертвоприношении. Хлебное, поедем, имеется в виду. Солод, шанг, солод, солод из… Солод, наверное, уже обсуждали, что это такое. Да, говорили. Мука тонкого помола. Тонкая, да, да, да. Мука тонкого помола. Шне и соним – это мера, как бы, веса, по-видему, да. Объема. Объема. Да, две меры, вот, которые называются и соним. Билалабы шэмен, которые будут, ну, как бы, делают такую ямку, и в нее капают шэмен. Так я понимаю, правильно? Да, перемешивают с шэмен, да. Да, да, да. Шлешит айин. И вот этого шэмина должно быть шлешит айин – это мера этих несыпучек, как называется, жидких веществ. Да, да, верно. Треть иина. Окей. Треть иина, да, верно. Вот тут было асэроним, асэроним – это две десятых. Асэроним – две десятых, да. А меры – тут пропущено слово, какая мера. Ну, что, не меня переводчик пишет. Эйфа, да. Эйфа – это тоже вот эта мера. Двядесятых – это? Вроде как и не повторяется. Понятно. Так. Хорошо, тогда займ читаю я, да. Вэйяин ланесах шлешит айин, И вино для возлияния, третью часть гина, приблизь, то есть принеси в жертву, для приятного благоухания, для Всевышнего. Я хочу сделать маленькое замечание, что яйн ла несах, вино для возлияния, именно по причине того, что было принято и не только у евреев, но и у язычников. Возливать вино на жертвенники у язычников, естественно, их идола, поэтому до сих пор вино разрешено только еврейского производства. Если не еврей, которого можно заподозрить в том, что он, возможно, скрытый идолопоклонник, берет вино еврейское и совершает с ним какую-то манипуляцию, допустим, казалось бы, совершенно невинную, поднимает бутылку и ставит на стол, предполагается, что, может быть, он тем самым посвятил это вино своим идолам. Поэтому многие вина в Израиле продают перекипяченными, на которые это не действует. Либо, если написано, что яйн лом и вушаль, то надо остерегаться, чтобы не было идолопоклонников за вашим столом. Вот, либо стараться, чтобы… Есть мнение, что даже явление, соблюдающее суббот, не должно дотратиться до кошерного вина, если оно не прокипячено. Ну, есть такое мефустар, стерилизованное. Считается, что это как вино сваренное. Но, значит, точно мы знать не можем. Да, вот, закон был дан, закон сурок, но он закон был дан. Я прочитал. Теперь хэт Анна, да? Да. И если буквально сделаешь, принесешь бычка, или жертву в исполнении обеда, или жертву мирное, шламим для Всевышнего. Да, то тогда нам прочитает Тимофей. Спасибо, Анна, да? Тимофей, достается буква «т», традиционно. Да. Да. Векриф, аль-бен-авакар, минха, солод, шлаша, суроним, балуль, башемен, хацы, аим. Да. Так, и приблизит бычка. Бычка. Да. Что? Хадарычек. Хлебное приношение из муки тонкого помола. Три десятых. Три десятых. Перемешанных с маслом половины гина. Половины гина. Да. Да, верно. Верно. Спасибо. Юд. Ваянь? Да. Ваянь текрив ланесых хацыхахин ише рейх нихоах лашем. Да, совершенно верно, да. И вино приблизь. Забыла. Возлияние. Для возлияния половину хины. Хина. Исе. Это что? Ише. Ише. А, ише. Огнепалимая. 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 Да, да, да. Сжигаемая в огне. А вот это рейх запах. Да, какой запах? Рейх нихоах. Нихоах. Приятный запах, да. Так все вместе. Получается половина хины, огнепалимый, приятный. Огнепалимый. так сделай для одного быка или для одного барана овцы из овец или из козы где мы сейчас она перейдите текст пожалуйста сразу да насколько так как ассу слово миспар означает номер означает число означает количество да то есть по количеству которые принесете так сделаете для одного по количеству имеется в виду да что если двое то на каждого столько да понятно понятно так она да так всякий как бы оседлый житель гражданин при приношении при приближении огнеполимой жертвы для глухания приятного всевышнего да 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 то есть закон дан на всех один ясно спасибо так и удалит тимофей удалит переводим если будет жить с вами гер пришелец или который среди вашей поколениях ваших и сделает огонь огнеполимая огнеполимая жертву с приятным запахом угодным всевышнему то сделает как вы делаете как вы делаете так и он будет да есть то что? угу где-то 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 потерял у кого-то а rem у кого-то Субтитры создавал DimaTorzok 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 Так, теперь Каф-Алев. Сейчас, секунду, хотел сказать, а вы знаете, что такое Ширей Эрес? Ширей Эрес – это колыбельная песня. Вот именно это. А Реса – это люлька, то, что по-русски раньше называлось, правильно? И, кстати, в современном мире так и осталось, А Реса. Ну, только не люлька, а это, да, Реса – это вот это, в котором младенцы… Да, кроватка. А, кстати, Эрес, вот, прости, по-моему, еще есть такое тоже словосочетание. По-русски же есть такое колыбель человечества, правильно? Эрес Эношу, по-моему, это на игре тоже так говорят. Не слышал, но, в общем-то, понятно, да. Да, смотри, очень мило, да. Значит, А Реса – это именно детская кроватка. Как правило, она имеет приспособление для покачивания колесики или полозья. Вот так, да, хорошо. Каф, Алиф, насколько я понимаю. Каф, Алиф, правильно. Да. Каф, Алиф. Мерешит Ари-сотейхем тетну нашем тума даду рутэйхем. О-о, вот это на этой схеме как раз, да. Из начатков. Да, к ваших, да, получается, да, за местных тестов. Дадите Всевышнему приношение в поколениях наших. Да, совершенно верно. У меня есть один организационный вопрос, товарищи. Пока я помню, давайте я вам его сформулирую. Дело в том, что с Божьей помощью, вот к третьему циклу нашей работы, мы заканчиваем покрытие всей недельной главы. К примеру, через год с Божьей помощью у нас уже весь текст будет разобран. Если не в этом году, в прошлом и позапрошлом, да, то какие-то вещи останутся у нас на следующий цикл. А если у нас не останется? Я предлагаю тех случаев, когда мы уже все рассмотрели, и все это есть в архивах, да, я готов рассматривать тексты по вашему усмотрению. Например, брать что-то из молитвы. Вот на всякий случай я приготовил, если вдруг мы закончим намного раньше времени, значит, что-то из благословений утренних, и сегодня, если время останется, мы это с вами рассмотрим. Подумайте, я принимаю заявки. Рафля, была Тимофей, заявка, как это называется? Ну, то, что читают, отрывок из пророков, как он называется? Отрывок из пророков в каждой недельной главе. А вторая, вот, господи же. А вторая. Автора к каждой главе. Понятно, понятно, понятно. А вот, допустим, даже к этой главе мы не рассмотрели. Вторая часть, вот первая, мы читали первую главу, и вот сейчас третью. Перетикус, третью главу. А серединку мы не рассматривали. Серединку, где вот, собственно, наказание за грех разведчиков, рассказывали, там мы не рассматривали ее. Так, хорошо, я пересмотрю, просто мне показалось, что уже все. Ну, ладно, ладно, пусть будет так. Просто на будущее имейте в виду. Значит, это вариант правильный, это хороший вариант. Вот, а вторую, как минимум, на два цикла нам хватит, потому что автора, это иногда бывает большим пуском. Хорошо, хорошо учту. Потому что молитвы основные у нас, вот, когда начинался ваш цикл, это 2019 год, кстати, всем, кто интересуется, посмотрите, первые там лекции 7, наверное, там были основные молитвы, благословения, по-моему, утренние были, это я помню. Самые такие основные там, матье рук, посещение туалета, извините, пожалуйста. Прыскрайно у нас было. Передедомо, этот Баркат-Беркат Амазон, благословения во всех случаях, там, после другой еды, все это было. Было, было, было много интересного, было. Были даже некоторые песенки религиозного снижения. Была субботняя песня, тот самый, «Лыхададе» или «Краткала». Да, и это было. Как интересно, да? Как вы переводили. Да, верно. Хорошо, товарищи, давайте, давайте продолжаем. Сегодня у нас есть чем заниматься, да? Так. Где мы? Да. Вахи тишгу вэлло та суэт коль хамитсвот хаэле ашер дибэр ашэм эль маше. Да. И если, да, если... Ошибетесь, да? Шогэг. Да. И если ошибетесь, не делайте... И не совершите, да. И не сделайте все заповеди эти, которые говорил Всевышний Моше. Да, то есть, если по ошибке вы не исполните одну из заповедей, которые говорил Моше, да. Так. Каф гимэл натану, да? Натану, да. Да. Секунду. Ит коль эшер цива ашэм эль хэм эль хэм эй, шлиха. Да, ит коль эшер цива ашэм эль хэм эль хэм билят Моше. Мин айом ашэр цива ашэм вэалла лэддолотэхэм. Всевыш то заповедал всевышнивам. Через муше или через руку муше минаё с того дня, когда Всевышний заповедовал вам вэалла и далее. И далее, да. Да, поколение ваше. Вэалла вообще вот это в современном иврите тоже очень распространено это слово. Микан вэалла отсюда и дальше. Да, и от забора давит. Да, да. От меня до следующего столба что-то типа это было. Да. Вэалла Субтитры создавал DimaTorzok Как во всех корнях, где третья буква совпадает со второй, они иногда склеиваются, как мы видели, вот только что в предыдущем, по сути, в слове ТИСГУ, там один раз ГИМЕЛ. И сделает все общество, что оно сделает, теленка коровьего сына одного в жертву всесожжения для приятного благоухания Богу, и его подарочек приношения, и его возлияние низко по закону Камешпад, как это положено. И Сеир – это козел, и козла Козьего одного в жертву лахатат, жертва за грех. Это от общества, которое по ошибке не исполнило какой-то заповедь. Так, Кафей, прошу вас. Так. И искупит Коэн всю общину Израиля, и простится, прощено им, ибо ошибка. Неслах. Неслах, ну, будет прощено. Это, видимо, не факт. Да, 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 верно. Это не факт, конечно, да. Потому что Шигага… Ибо ошибка эта. И они принесли их жертву огнеполимую для Всевышнего и грехоочистительную перед Всевышним за свою ошибку. За ошибку, и да. Совершенно верно. Так, Анну, подвиньте текст там, пожалуйста. И читает Тимофей Кафбав. Да. Переводим. И прощено будет все общине сынов Израиля и Геру, живущему в среде их, потому что весь народ по ошибке. По ошибке. Потому что это была ошибка, им будет прощено. Вот эту фразу, товарищи, может быть, кто-то вспомнил. Где мы ее читаем? Мы ее читаем в Хольмидре перед Йом-Кипуром. Да. Чтобы нам поместить Вышнему, да, что наши грехи, да, могут быть засчитаны как совершенные ошибки. Потому что в здравом уме и твердой памяти, человек, зная, что он стоит при Всевышнем, он, конечно же, не согрешит. Хорошо. Дальше. Что-то у нас текст пропал. Нет? Аня вылетела. Ой-ой-ой. Так. Что мы будем делать? Сейчас я постараюсь. Я остановлю на секунду. Продолжение. Им нефеш ахат те хета биш гага вехи крива эз бад ше на та ле хатат. И если одна душа... Да, согрешит. Имеется в виду один человек, да? Загрешит по ошибке. По ошибке. И приблизит. Ну, и принесет жертву козу дочь. Дочь вода ее кодовалую козу. А, кодовалую козу грех очистительной жертвы, да? За ошибку. Да, да, верно. За грех. За грех. За грех. Так, Анна с нами, да? Да, у меня что-то компьютер почему-то решил перезагрузиться. Я его не просила. Да, это с ними бывает. Ага. Так. Кафхет, да? Каф... Что у нас там? Кафхет после Людмилы. Кафхет. Кафхет, да? Я там прочитать. Да? Алло? Да. Так какой у нас сейчас... Кафхет должен быть, да? Это, вот я тебе выделил. Да. Ой, я что-то совершенно не... Сейчас, секундочку. Натан сейчас, по-моему. Да, сейчас нахан что-то. Ну, пускай читайте там по очереди, чтобы... О, окей. Да. Векипера Куэн, Алла-Непеш, Ашогегет, Бехата-А, Бишгага, Левне-Ашем. Лехапер Аллах, Бенеслах Ло. И... 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 Скупит. Скупит, правильно. Скупит... Лехапер, да. Куэн, Задушу Таву, Задушу Таву, Задушу Таву, Кто сделал по ошибке, Катуры согрешил по ошибке, Перецеевышем. Как ты сказал еще раз? Лехапер... Лехапер, Искупит. Искупай его, И простится ему. И простится ему, да, это совершенно верно. Так, Кафтет читаю я. Га-эзрах бивны Исраэль, Велагер Агар-Бетухам, Тора Ахак-и-елакхем, Ла-Ок-се-би-жага. Буквально гражданин, То есть гражданин страны И сынов Израиля И пришелец, Живущий среди них. Учение одно Будет у вас Для того, Кто делает по ошибке, Имеется ввиду, То совершил ошибку, И ее искупает. Ламет, Анна. Душа, Душа, Которая сделает рукой, Ну, как бы сказать, Злостный. Но я драма вознесенной рукой. Ну, буквально, Как бы нахален. Намерен? Намерен. То есть, видимо, Совершитаж не по ошибке, А злонамерен. Злонамерен, да? Из, так сказать, Туземцев Или из пришельцев. Перед Всевышним, Всевышнего, Он, ну, как оскорбит. Хулит. Да. Похулит, Пооскорбит. И искоренится, Душа эта Из среды народа. Да, да, да. Из народа ее. Да, здесь проводится Разграничение между Грехом по ошибке И грехом намеренным. Да, верно. Ламет, Алев, Тимофей? Ламет, Алев. Да, мы видим слово Буква Айн, Она имеет огласовку внизу, Стоит Хатах, А дальше буква Вав С точкой наверху, Это не огласовка О, Потому что не может быть Второй огласовки Буква Айн. А что это? Это буква Вав, Которая буква, И точка наверху, Это Хулам Хасар, Это огласовка этой буквы Вав. То есть мы читаем А-вон-на, То есть грех ее, А-вон-ш-ла. Да, переводим. Потому что Слово Всевышнего Опозорил. Заповедь. Призрел буквально. Призрел. Опозорил. Совершенно верно. Без ее. Ну да. Его. Заповедь его нарушил. Нарушил, да. Гикарет, Гикарет, да, Отрубится. Совершенно верно. Да. Держится, Отрубится душа. Эта. Гаги. Душа эта. Потому что Абон. Да. На ней. Грех ее на ней. Да. Спасибо, Тимофей. Так. Эх ламет бед, Людмила, да. Да, прошу. Вэ их ю бне Исраэль бамид бар, Ва им цэу иш Мэкошэш, да. Куда ударение Мэкошэш? Мэкошэш, да. Эцимбэ йом хашабат. И были сыны Израиля в пустыне и нашли человека. Который собирал. Собирал. Собирал эти. Да, в деревяшке. Ветли, хорост. В субботу. Да, в день субботний. Такая ужасная история. Но Калитарий говорит, что это произошло сразу после дарования, то есть на вторую субботу, после дарования, после получения десяти речений. Интересно. Интересно. В современном иврите не совсем понимаю, каким образом это было, каким это связано. Такое замечательное слово называется кашиш. Кашиш – это человек преклонного возраста, типа пенсионер. Действительно, первое, что приходит на ум, единственное, это Мэкошэш и цин. Почему кашиш должен быть тот, может, тот, который, по идее, не знаю, когда-то выходил. Сейчас, наверное, все-таки не очень хворост собирает. Кашиш – да. Поэтому, когда хотят сказать про человека преклонного возраста, старенького, вот такой инфектизм, говорят – кашиш. Хворостина. Кора, да. Мы кашиш и цин. Почему? Да, да, верно. Пенсионер должен выходить хворост собирать. Это я не очень понимаю, но вот во всяком случае, да. Кашиш. Да, да, верно, верно. Любопытно, да. Так. И вот, смотрите, нашли они, обнаружили человека, который собирал хворост в день субботний. Так, Ламет Гиммел. Кто читает? Натан должен читать, по идее. Да, я вам прочитаю Ламет Гиммел, но я вам скажу еще одну вещь, раз я читаю. Интересно, если смотреть, вам не приходит в голову, макушиш, мы сказали, да, это кашиш. Да. Слово, похоже, называется мукеш. Мукеш – это мина. То есть, по-видимому, если ты выходишь собирать хворост, как макушеш, ты имеешь в виду, что мой взрывоопасный явление. То есть, можешь на мукеш. Мукеш – это мина. В современном иврите. Опять не понимаете, это все связано с этим. Это все связано с этим. Чувак, который вышел собирать этот хворост, он нарвался, вообще говоря, на неприятности. О, знаешь, что я вспомнил? Немножко из другого фольфлора. Это старый, ему все равно. Что-что? Дедушка старый. А, да-да-да-да-да. Ну, вот этот мукеш – это тоже, да. Да, это отсюда. Да, вот ламед гиммл прошел. Ламед гиммл, да? Ламед гиммл, да? Ламед гиммл, я бы что прочитали, нет? Да, ламед гиммл, ламед далет, насколько я понимаю. Ламед далет. А, ламед далет. И приблизили, ну, то есть, как бы подвели вот тех, кто нашли этого мукешеша, который собирал хворост, по-видимому, не знаю, какой там в пустыне хворост, но в общем-то он собирал в пустыне Моше и к Аарону, и вообще ко всей общей. Да. Так. И положили его, буквально оставили его в охранении. То есть, стали его охранять, потому что не было определено, не было точно указов, что должно быть сделано ему. Известно, что нарушающий субботу публично, да, заслуживает казни, имеется в виду намеренно, злонамеренно, именно с целью показать всем, что он нарушает субботу. Да, будем считать на данном так, что цель у этого человека была такая, хотя есть интересные, весьма интересные комментарии по поводу этого человека. Да. Так вот, не было известно, какую именно смертную тазик ему победить. И сказал Бог Моисею, смертью умрет человек, забросает его камнями все собрание вне стана. То бишь, наказание за нарушение субботы, публичное осквернение субботы, является побиение камнями. Ну, сразу успокаиваю вас, что в настоящее время этот казнь не применяется. Так, придет Мошех, уже никому не захочется нарушать субботу. Так, Анна, прочитайте нам еще одну фразу. Рагам, кстати, из современного иврита, все знают, кто такой Рагам. Кто такой в армии Рагам? Рагам? Кто всем надает по Рагам? Ну, практически, да. Тот, который гранатометает. Человек, который стреляет из гранатомета, называется Рагам. Какое-то время я был этим Рагамом. А, гранатомет? Ага, понятно, да. По-видимому, это либо Элеза... Библейского иврита в современных... Да, либо это Элеза Бен-Юута, либо его последователи, вообще говоря, сделали. Да, да, да. Понятно. Здорово. Так, Анна, давайте ламит вам. Да. И вывели его... Вывела его вся община за пределы с лагеря и побили его камнями и умер. Как повелел Всевышний Моисей. Спасибо, Анна. У нас осталось несколько фраз, которые мы до кида разбирали в одном из предыдущих циклов, но я возьмусь их повторить, потому что у нас есть еще минутка, и потому что отрывок этот известен и вами узнаваем. Сказал Бог Моисею, следующее. Говори сынам Израиля и скажешь им. И сделают себе цицит. Слово цицит – это, ну, скажем, венец первосвященника, но есть объяснение, что это то, что торчит, то есть чубчик. Цицит – это кисть видения, обычно переводится на русский язык, да, а вот интересно, что фамилия Шешет, да, Баршешет, или прозвище, это то же самое на арамейском языке. Так вот, они сделают цицит на крыльях буквально одежды их. Есть объяснение, что поскольку материя была очень дорога, и, как правило, ее не краили и не шили, то есть брали прямоугольный отрез материи, который выходит из станка, и его использовали в качестве плаща. Такой отрез имеет четыре угла, он прямоугольный. Так вот, на этих углах, то есть конфей бигдээм, углах буквально крыльях одежды их, ледуротам в роды их, и дадут на кисти цицит угловые, да, крыльев, воскрыло, нить тхелет, тхелет – это цвет, это и краска, это и вещество. Цвет – это темно-синий, или даже синий-зеленый. Мне кажется, он близок к тому, что сейчас называется туркиз. Так вот, нить, одна из нитей цицит, разное мнение есть, да, он должна быть покрашена этим, но поскольку в настоящее время мы не уверены, что знаем тот ли этот хелет, да, эту часть заповеди мы не исполняем. Но обратите внимание, что ледуротам в роды их написано раньше. То есть цицит – заповедь этих кистей – дана ледурот, дана на поколение. А вот этот тил хелет исполняется тогда, когда такая возможность есть. Да, я лахэм на цицит ур и тем ото узхартэм, эт коль митсвата шэм, вазь тем о там, вэллотатуро ахарэй лававхэм, вэхарэй айтэхэм, ашэрэцэм зоднім, ахарэй гэм. И будет у вас в качестве цицит, и будете видеть его, и вспомните все заповеди Всевышнего, и исполните их, и не будете блуждать ла тур, да, та я рим, ла туро эт га арэц, как разведчики, в главе шлах, да, и не будете бродить за вашими сердцами и за вашими глазами, которые вы блудно ходите за ним, в тот же кореньшем слове, зона, блудница, ахарэй гэм за ними, лэ ма антизэ кэрува асэтэм эт коль митцвотай, ньетэм тушим лэ ду гэй хэм. Ради того, чтобы вспоминали, чтобы вы, что вы будете вспоминать, и делать все заповеди мои, и будете святыми Богу вашему. Ани ашэм элэ кэй хэм, ашэр во цэй кэй тхэм, мэ эритм цаэм, льёд лэ хэ кэл хим, ани адунай элэ хэм, и мы тут добавляем слово эмэ. Я Бог Всесильный ваш, Который вывел вас из страны египетской, чтобы быть вам Богом. Я Всесильный Бог ваш, и когда мы читаем шма, исполняя заповедь, эту утром и вечером, мы добавляем дяислава эммэ. Ну вот, мы рассмотрели параграф 15 из книги Бэмбит Бар, который ходит в недельную главу, которая называется Шлах, да, и с Божьей помощью на будущей неделе будем рассматривать Курах, да, а потом, очевидно, будет в диаспоре читать вместе Кукат и Балак, и, значит, посмотрим, что мы возьмем оттуда. Да, всем спасибо, приходите еще. А можно спросить, что это за циферки были в группе? Ой, это шифр такой, когда войдешь мобильных в карман и не закрываешь его, но этот шифр набирается автоматически. Сохраните.